Сегодня у нас небольшая экскурсия по винограднику, и мы покажем новинки по состоянию на 8 сентября. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Прежде чем мы приступим к нашей экскурсии, маленькое пояснение. Все кусты, которые вы сегодня увидите, они совсем молодые. Это кусты третьего года посадки. Также напоминаю, что была холодная морозная весна, и они очень сильно задерживались в развитии именно весной. Опять же, кое-что, то, что вы увидите, это идет из замещающих почек, поэтому сроки созревания могут смещаться. Ну и в принципе тоже лето засушливое, поливать это было некогда. Виноградник у нас большой, на этом участке порядка 300 лос сидит, поэтому должного ухода получили не все. Ну показываю так, как есть, а дальше вы уже сами сделаете выводы. Идем на экскурсию. Пока я снимаю ролик, наш виноградник атакуют маленькие птенчики. Это технический виноград. Маленькому птенчику почему-то очень нравится его кушать. Вкусно тебе? Да? Ну кушай на здоровье. Еще хочешь ягодку? Начнем с Хэллоуина. Гроздочки небольшие. Окрашивается он у нас вот в такой красненький, красно-бордовенький цвет. Интересно, да? Самым же первым начал краситься носики. А по факту он красится вот так вот в наших условиях не совсем полностью. Ну и пробуем его на сегодня. Вот такая ягодка по размеру. Готово. Сладкая, вкусная. Ну такой приятный, гармоничный вкус и плотная мякоть. Такая вот, ну хорошо плотная. Вот это у нас раттой. Ягоды крупные, гроздь небольшая, ягоды крупные. Здесь будем пробовать верхнюю. В принципе ягода сладкая, кислоты уже нет. Наверное чуть-чуть ароматики ему надо подобрать. Вот показываю раскусанную мою ягодку. Да, при таком размере ягода она без косточки. Мякоть сочная, хрустящая. В общем по незнанию можно съесть. И будет нормально. Но я думаю, что для такого же вот хорошей зрелости немножечко еще можно ему подвисеть. Соперник на прививке несколько загорошил в этом году. Тоже поначалу казались скромные ягодки, а по факту вышли такие некоторые очень даже ничего. И гроздь некоторые тоже очень даже ничего. На сегодняшний день готов. Приятно сладкий вкус. С таким, ну легким каким-то фруктовыми нотками. Гроздочки императрицы. Такие красивенькие, темно-бордовенькие. Ягода сочная. В принципе съедобная, но немножко сахара можно было бы еще подтянуть. Это ария. Ягода такая крупная. Зарумянилась на солнышке. Мякоть очень хрустящая. Прям вот огурец, огурец такой. Очень хрустящая, очень сочная. Ну тоже ей чуть-чуть бычу сахарочку. Немножечко. Такой красивый малиновый звон. Крупные ягодки, красивенькие, ярко окрашены. На сегодня готов. Ягодка плотненькая. Очень сочная. И такой, мне кажется, легкий фруктовый вкус. Может, даже с вишенкой, какими-то вот такими тонами. Губа. Такие баланки. Ягоды огромные. По форме напоминают моду героя. Это не единственная гроя. Здесь есть такая побольше, побольше. Она больше в тенечке, поэтому по цвету зеленее. Но еще немножко ей надо сахарку подтянуть. Это у нас Дженнифер, сестричка Басанти. Те же белые попки мы наблюдаем на ягодках. Только у Басанти ягодка более длинная. А у Дженнифера она такая вытянутая, но не сильно вытянута. Ближе к округлой. Вот такая вот Дженнифер, где-то полосатенькая. Такая интересненькая. Ягода хрустящая, очень сладкая. Но чуть-чуть еще надо повисеть. Немножко такая легкая терпкость есть. Чуть-чуть надо поднабрать. Мальчик с пальчик. Что с пальчик, то точно. Очень большие ягоды. Сантиметров 5. Я тут как-то прикладывала рулеточку. Такие очень крупные. Вот здесь тоже видим размер. Ну вот на солнышке уже они подзагорели. Там в траве не так, а на солнце подзагорели. Там я зеленую пробовала совсем с травой. Попробуем для сравнения, что здесь. Ягода сладкая и очень хрустящая. Но эти гроздочки готовы. Те, которые ниже, чуть-чуть им еще надо повисеть. Это сигналки. Бонусы. Такая ягодка. Красивая. Ягода сладкая, хрустящая. И с мускатиком. Здесь у нас прячется Николь. Вот такая красивая, желто-розовая. Я ее сейчас с другой стороны покажу. Потому что у Николь тут урожай так нормальный. Когда я здесь вот снизу ее слезни немножко погрызли. А здесь вот она, какая красота. И вот она, какая красота. В общем, очень хороший сигнальный урожай. Да, ягодка не крупная. Смотрите на солнце. Лепота. Хрустящая, сладющая. Ни грамма кислоты. И такой немножко фруктовый вкус есть. Дюжины. Здесь сигналочки небольшие. Вот такие. Желто-розовенькая. Очень сочная. Но еще чуть-чуть вот сахарочку ей. Немножечко. Вот так такая освежающая ягода. Киш-меш-джин взял уже. Завялился. Это яркий, мускатный вкус. Сладенький. Но уже получился изюм. И сушилку не надо. Вот здесь под листиком более-менее сохранил. Своё состояние. Плоденькая мармеладная мякоть. И мускатик. Вот это у нас такая красивая. Княжна. Вот эти грозди. И вот эта вот княжна. Вот с другой стороны ее показываю. Нагрузка такая неплохая. Для первоплодоношения. Ягода, в принципе, вкусная. Но, как по мне, немножечко сахарку бы подтянуть. Гамлет. Какие огромные ягоды. Огромные. Да, грозди небольшие. Но зато ягоды вообще гигантские. Ну, какие. В принципе, и грозди тут. Сначала казалось маленькие. Они во какие. Да, здесь, конечно, горошек. Но потенциал виден, что можно получить. Ого-го, какой урожай. Ягодки поменьше. Сладющие и вкуснющие. Такой фруктовый приятный вкус. А если не пробовать ягодку поменьше, то вот нижнюю большую я скушала. Ну, если бы не попробовала маленькую, то можно было бы сказать, что все, полностью готов. Очень мягкая кожица. Очень нежная мякоть. Не водянистая, а такая нежная. И очень приятный фруктовый вкус. Кстати, в прошлом году, на второй год, плодоносил на пасынках. Понятно, что урожай не созрел. Но он на пасынках тоже плодоносит. Здесь у нас гулливер. Желтенький, красивенький. Пока они крупненькие, но все равно красивенький. Вот такой гулливер. Сочный, сладенький, вкусненький, такой освежающий. И моя любимая мармеладная мякоть. Белая леди в траве поета с лезнями. Но ягоды ого-го. 5 сантиметров тут легко будет. Но вот здесь даже может и больше. Видите, она совсем снизу плодоносит. Можно даже из каких-то замещающих почек. Чуть-чуть повисеть. Она уже сладкая. Но немножечко такой травянистый вкус есть. Поэтому чуть-чуть еще ей надо повисеть. Это рамина. Такие ягодки интересные некоторые. Это не какие-то прямые, но какие-то немножко такие закрученные. Смотрите. Немножко такая закрученная ягодка. Сочная, хрустящая, несистая, приятного гармоничного вкуса. Смотрите, там у нее даже такая посимпатичная гроздь. Точка есть покрупнее. Да, есть на что посмотреть. Белое облако. Какой-то конь. Огромные. Огромные ягоды, но еще и зеленоватые. Конечно, потенциал тут ого-го. Энергодар. Нормально так нагружен. Гроздями. Вот с этой стороны. Такая хорошая нагрузочка на молодой куст. Сладкий, хрустящий, приятного гармоничного вкуса. Мне уже после какого-то второго десятка, когда я пробую вкус описывать, конечно, сложновато. А вот такие интересные ягоды артека. Я еще когда их фотографировала, думала, что вот розовый это спелый, а желтенький не спелый. Посмотрела на фотографии в описании, что на самом деле розоветь может не вся ягода. Интересная форма. Размер, конечно, тоже такой. На самом деле около 5 сантиметров. Маленькая ягодка, очень вкусная. Сейчас попробуем большую. Донская невеста. Ягодки очень интересного цвета, такого молочного. И по форме тоже такие вот тупоносенькие. Пока ягодка не крупная. Очень мясистая, сладкая, без грамма кислоты. Но чуть-чуть. Ей еще надо было бы повесеть. У нас Маша. Маша жирует. И вот это ягодки на опасенках. Поэтому и сроки такие. Поэтому ягодка такая. Тем не менее, мы видим, что на опасенках можно получать урожай. Это у нас качела, киш-миш. Вот такая гроздь. Большая, красивая гроздь. Глаза тут толстенючая. Смой палец, но тем не менее, зреет. Сейчас попробуем качелу. Мяготка сладкая. Гармоничного вкуса. И в данном случае немножко еще надо набрать ароматики. Самые остатки зореньки. Зореньку мы уже давно съели и забыли. Вот тут вот три маленькие гроздочки остались. Давно готовы. Приятного, сладкого, гармоничного вкуса. Перцовый черный. Конечно, эффектно, очень эффектно. Ягода красивой формы. Не совсем перцовая, потому что потом покажу перцовый красный. Но такие пульки интересные. Даже оставили две грозди на маленький побег. Вкус гармоничный, но еще чуть-чуть ему надо повещать. Ну, видим, да? Раз, два. И побежек. На самом деле тут есть нормальные побеги. Но на них они зреют. Глаза, но на них просто не было плодов. Поэтому вот так вот подгрузили. Это графиня, такие интересные ягодки. Вот еще графиня. Тут уже подлиннее гроздочка. Пока урожай маленький, еще не совсем дозрел. Это у нас Сюзанна красная пуля. Ну, не совсем она красная. Она больше пиолетовая. Ну, краска бывает же от регионов зависит. У наших регионов бывает что-то красится лучше, чем у других. Ну, пуля, да. На пульку похожа. Вот тут она тоже за листьями. Смотрите, ягода какая может быть. Красотень огромная. Такая. Я уже со мной гроздью попробовала. Попробуем оттуда. Сладкая и очень хрустящая. Такая вот. Огурчик. И сахара в ней тоже достаточно много. Вот, кстати, вот эта вот тоже еще ее гроздь. То есть она тут нагружена очень хорошо. Причем это же все на двух плоскостях. То у нас модница. Она вот от жары пошла в такие пятна. Она что-то этим трухи цепанула. Тоже не исключено. Ну, окрас такой, вот, видим, немножко неравномерный. Вот такая у нас модница. Такой совсем-совсем несистый огурец. Сладкая. Ну, такая внутри пустоватая. Может быть, вот такой. Здесь сухо. Поливать некогда было. Посмотрим. Но по срокам она готова. Василиса 2. Это гроздочка скромнее. Здесь ягода, конечно, такая. Ягода, как ягода. Есть на что посмотреть. Нагружена она так тоже неплохо. Но пока еще не готова. Ворон. Вот это все. Малвия плоскости. Приятный гармоничный вкус. Желейная мякоть. Ну, чуть-чуть можно нижние ягодки подозрить. Я вот отсюда пробовала в серединке. Чуть-чуть. Кисленочка еще есть. Натали. Ну, такая Натали. Поменьше есть гроздочки. С поменьшей ягодкой. Побольше. Такая увесистая гроздочка. Довольно крупная ягода вытянутая. В нашем случае готова. Верхнюю и нижнюю ягодки попробовала. Сладкий, приятный, гармоничный вкус. Вот это маленькие сигналочки Пегаса. Вот раз. Вот там еще одна. Ну, и вот с этой стороны парочка мелких. Но это не готово. Знаете, оно, наверное, замещающих пошло. Сейчас покажу, почему. Что вот это мы видим такое. Все желто-зеленое еще. А вот здесь, на одном из Победов, конечно, гроздочки никакие, но мы видим плотно окрашенную синюю ягоду. И вот эта ягода, она уже готова. Такой приятный, сладенький, гармоничный вкус, с легкими фруктовыми нотками. Мякоть очень сочная. То есть, видимо, вот эта какая-то замещающая почка открылась, а это, видите, сразу сместился сок созревания. Вот такой у нас новичок. И вот такой у нас новичок. Это вообще такая хорошая, увесистая гроздочка. Сахар есть, кислоты нету. Ну, немножечко еще надо повесить. Даже такая легкая, какая-то ароматика фруктовая. Но есть небольшая терпкость, которая бывает у чуть-чуть надозревшей ягодки. Поэтому надо ему еще немножечко подозреть. Ну, вот это у нас айсберг. Такой интересный, розовенький, очень приятная окраска. Сочный, приятный. Освежающий вкус, сладенький. Даже вот с этой гроздочки более зеленая ягодка тоже полностью готова. Перцовый красный. Больше перцовый, это не такой уже и красный. Да, вот здесь точно ягодки такие, как перчики. Вот, какие красотули. Вот с этой стороны прям такие гроздочки по размеру хорошие. Вообще замечательные. Совсем-совсем готов. Сладкие, сочные, приятные. Ну, вот на сегодняшний день лазуревого самой остатки. Ягода уже изюмица. Давно он был готов и давно съеден. Вот тут чуть-чуть. Совсем чего-то осталось. Сладкий, приятный, хрустящий, с мускатиком. Вот такой вот лазуревый. Но лазуревый здесь на прививке. Вот это у нас Владыка Ночи. Это гроздочки из школки. Почему показываем гроздочки из школки? Ну, так получилось, что на основном госте триммером подкосили. И нет там урожая, да, зато в школке есть. Итак, смотрите, грозди со школки. Сегодня у нас 3 сентября. Школка была посажена 15 мая. Вот такие гроздочки. Вот такой размер ягодки. Достаточно хорошая форма. Такая интересная. У некоторых ягода длиненная, а у некоторых такая еще какая-то. Немножко, то ли как пулька, то ли как феник какой-то. Вот здесь уже все в полном окрасе. Да, черная такая. Красивая. Тоже размер хороший. И смотрите еще раз. 3 сентября. Школка. И ягода практически готова. Понятно, что я пробую не вот эту вот, чуть-чуть недокрасившуюся, а черную вот отсюда. Приятно гармоничный вкус. Да, конечно. Там немножко сахарку можно было бы добрать. Кислоты уже нету. Ягодка приятная. Вкус гармоничный. И еще раз повторяю, это школка. То есть нормальный взрослый куст в открытом грунте будет плодоносить раньше и созревать раньше. А вот это школка с саженцами. Саженцы хорошие, мощные. Процессы возревания лозы уже идут. И практически все, что вы сегодня увидели, есть в наличии в саженцах. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку учебу, где ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok